Сто лет назад на месте этого забора из профлиста стоял храм Владимирской иконы Божьей Матери. Построенный еще в 17 веке храм был ровесником Успенского забора Рязанского Кремля. Такова история России. В начале 20 века многие церкви подвергались уничтожению. Оказались под землей и этот храм, и окружавший его средневековый христианский некрополь. Сегодня этот участок примыкает к зданию музея ВДВ и принадлежит десантному училищу. Весной этого года рязанские археологи и краеведы обнаружили здесь надземную часть древнего храма. И начали переговоры с командованием училища ВДВ с целью приступить к археологическим исследованиям на режимном объекте. Чего сделать ученые так и не успели. 16 июля остатки средневекового православного храма вместе с древним некрополем были вычерпаны экскаватором на площади в несколько сотен квадратных метров. 16 числа я проезжаю по улице Семинарской и увидел, что здесь экскаватор копает яму глубиной более трех метров. То есть ситуация откровенно, на мой взгляд, по моей оценке как археолога, это самый яркий случай вандализма в отношении русских кладбищ на территории города за последние несколько лет. По грустной иронии судьбы котлован вырыли с намерением возвести на территорию училища современную часовню. Нами зафиксированы факты разрушения фундаментов, соколей древнего православного храма. Вероятнее всего, также подверглись разрушению и захоронения, которые его окружали. То есть, очевидно, без согласования с региональным госорганом по охране памятников, без привлечения археологов, без предварительных археологических исследований. Объект был уничтожен и остатки людей, человеческие останки, остатки храма были вывезены на самосвалах, угадайте куда? На свалку твердых бытовых отходов на окружную дорогу. Этот некрополь, по мнению ученого, может относиться и к более раннему времени. Все православные приходские храмы на территории города ранее окружали себя некрополем. Около храмов хоронили, проще говоря, и лишь в 18 веке, по указу Екатерины, захоронения на территории города пресекаются, кладбище выносится за городскую черту. Таким образом, расположенный здесь некрополь относится как минимум к 17 веку. А учитывая то, что каменные храмы зачастую ставились на местах более древних деревянных храмов, то есть храмовое место сохранялось традиционно, на нем ставились культовые сооружения, то данная некрополь может относиться ко времени ранее 17 столетия. При вывозе грунта с места строительства ученым все же удалось в буквальном смысле спасти некоторые фрагменты архитектурных элементов древнего храма. Это белокаменная плита, тесаная белокаменная плита с изображением четырехконечного креста, стоящего на горе Голгофе. По всей видимости, этот элемент находился в экстерьере русского православного храма. Возможно, он завершал портал, то есть вход над храмом. Аналогичные изображения, похожие изображения мы можем видеть, скажем, в Николодворянском храме, который также постройки рубежа 17-18 веков. Кроме этого камня археологи изъяли из автомобилей ряд человеческих останков и костей. После их передачи епархии они будут перезахоронены. То, что спасти ученым не удалось, было вывезено, впрочем, строительным мусором и грунтом на рязанские свалки. Сейчас вы увидите замечательную картину. Санкционированный свалка твердых бытовых отходов. Отлично. Теперь остатки храма, человеческие кости – это твердые бытовые отходы. Когда во время строительных работ находят останки людей, стараются собрать эти останки для того, чтобы все-таки захоронить их как следует, как требуется, чтобы отдать дань уважения и памяти этим людям. Согласно закону, обнаруженные ранее неизвестные захоронения подлежат обязательному перезахоронению. На данный момент по факту его нарушения ученые отправили письма в прокуратуру и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.